Во фруктовом саду под Террасполем начался сбор абрикосов. Урожай меньше, чем рассчитывали, зато плоды крупные. Подробности у Дарьи Булига. Посмотрите на это богатство. Хоть и пару дней назад были сильные дожди, но земля сухая и фрукты все в порядке. Абрикос крупный, каждый размером с теннисный мяч. И все это у нас в Приднестровье. Это итальянский абрикос сорта «Дача». Саженцы этого сорта посадили пять лет назад. Этот год начался неудачно. Весной во время цветения сад пришлось спасать. Ударили заморозки. Температура опускалась до минус шести. Мы делали операцию задымления, которая не дает минусу проникнуть в задымленную часть сада. Мы поджигали солому, дабы сделать задымление, чтобы спасти хоть часть урожая. Заморозки пережили с потерями. Урожай – только треть от плана. Зато какой! Солнце, регулярные дожди и труд садоводов сделали свое дело. В нашем саду дождь на урожай не влияет. Мы имеем систему орошения и влагу в дереве регулируем сами. И вот какой абрикосовый рай вокруг. Фрукт с румяными бочками, твердый и с кислинкой. Мякоти много и косточка небольшая. Абрикос сборщики собирают вот в такие 7-литровые ведра. Меньше чем за 10 минут ведро уже полное. Сначала собирают снизу дерево, а потом на платформе соберут и верхушки. Сколько ведер собираете в день? Мы не считаем. Просто собираем и все. В удовольствие? Да. Такая абрикоса в удовольствие идет. А вы пробовали уже ее? Конечно. И как вам? Очень вкусная. Все, что собрали в ведра, сборщики аккуратно высыпают в большие, но невысокие ящики, чтобы абрикос не помялся. Семь ящиков стоят на платформах друг за другом. Впереди трактор. Такой вот абрикосовый поезд. Сорт дача подходит на варенье, джем и на компот. А если собрать просто поесть, то хранить в холодильнике абрикос можно долго. Пять дней минимум. Но в холодильниках фирмы урожай не задерживается. Сегодня собрали, и уже завтра абрикос появится на рынках, в супермаркетах или уедет за границу. Дачу будут собирать несколько дней. Потом поспеют и другие итальянцы – абрикос пьетро и черешня стаката.